Спортивная школа Лангипаса стала местом в протяжении активных горожан. Традиционно состоялся фестиваль ГТО. На нем собрались люди разных возрастов и уровней физической подготовки. Такое мероприятие проводится каждый год. Первый этап фестиваля – отборочный. Второй пройдет в Ханты-Мансийске. Именно там будет проходить отборный финал. Фестиваль ГТО привлек внимание и жителей Беличьих угодий. Сам во утро в школе спорта собрались люди, заинтересованные в испытаниях своей физической подготовки. Отрадно, что положительная динамика есть. То есть в этом году зарегистрировалось в два раза большее количество человек, нежели в прошлом. Но и хочется все-таки, чтобы это стало положительной традицией для всех коллективов. Чтобы все коллективы также как-то стимулировали своих сотрудников для того, чтобы они принимали участие в подобных мероприятиях ежегодно. Программа фестиваля была разнообразной. Лангипасцы пробовали свои силы в различных испытаниях. Программа фестиваля у нас состоит из двух соревновательных дней. Сегодня проходит силовая гимнастика, то есть это наклон, подтягивание на высокой мужчины перекладине и на низкой перекладине женщины, отжимание в упоре лежа мужчины и женщины и поднимание туловища или пресса. Во второй день фестиваля, готов к труду и обороне, горожане соревновались в беге на выносливость. Дистанция у мужчин 3000 метров, у женщин 2 километра. Участие принимали все желающие в возрасте от 25 до 69 лет. Для каждой возрастной категории были предусмотрены нормативы, соответствующие требованиям комплекса ГТО. Выйдя на пенсию, было время, занималась танцами, занимаюсь фитнесом. Ну и решила, вот второй год участвую в фестивале ГТО. Мы не рекорда ставим, но тем не менее, когда получаешь какие-то свои результаты, всегда получаешь такое моральное удовлетворение и всегда есть стремление к лучшим результатам. Желаю людям элегантного возраста принимать участие. Легких нормативов вообще нет, надо над всем работать. Растяжка, надо растягиваться, силовые, надо, естественно, заниматься ежедневно. Бег, то же самое. То есть, если ты занимаешься каждый день, ну хотя бы три раза в день, тогда все будет просто. А если, так сказать, по возможности, то это все очень-очень непросто и большая нагрузка на организм. Я давно хотела принять участие в ГТО, и тут подвернулся случай. Потому что в соревнованиях я уже принимала участие, то есть по плаванию и по бегу. Я регулярно бегаю, принимаю участие в соревнованиях, а в ГТО ни разу. И было просто любопытно. Фестиваль ГТО еще раз подтвердил, что главная цель подобных мероприятий заключается не только в выявлении лучших спортсменов, но и во вдохновении людей на активный образ жизни, укрепление здоровья и развитие физических качеств. Виктория Большакова, Тимур Зигангиров. События.